Я у Навенова тоже не в восторге от господина Левитца, понимая, что это трейтинг, и их тянет вниз. Простите меня, это просто торги между партиями, кто что за что продаст. Она мало кому известна, эксперт по публичному управлению Элина Пинта. Не дай бог, если ее избрали бы, я думаю, что это было довольно трагически для нашего государства. Открытый разговор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители тоже, поскольку мы сейчас появились в сети YouTube. И сегодня наш эфир тоже на видеоформате, можно будет посмотреть. С вами Ольга Князева, передача «Открытый разговор». Сегодня у нас в гостях, сразу представлю, Илга Кретуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдыния. Здравствуйте. Добрый день. Конечно, про президента будем говорить. Куда же без этого? И там столько много вопросов, там столько много интересных комбинаций, и сейчас люди в социальных сетях это обсуждают. Поэтому, конечно же, мы не можем обойти эту тему, она будет главная. Но вы знаете, Илга, интересно, вот сегодня 15 мая мы собрались. 15 мая 1934 года. Помните, что случилось? Я-то помню, особенно потому, что очень интересное совпадение. Мне студенты где-то года три назад на выпускном вечере подарили рододендер. Они спрашивали, какого у меня нет в саду. Я говорю, у меня белого нет, не подозревая, что они собираются дарить. Это называется Карл Суманис. Назван его именем. Напомним нашим радиослушателям вообще, что случилось. Я думаю, что не все знают государственный переворот 15 мая 1934 года, захват власти премьер-министром Карлисом Ульманисом. И он приостановил действия Конституции, распустил Сейм. Но переворот на самом деле прошел бескромно, достаточно общество не выступило с протестами. Вот как сегодня эти события оцениваются? Знаете, это по-разному. Вот я окончу об этом рододендере. Он растел на сегодняшний день в полном цвету. Я смеюсь, как будто он понимал, что ему надо сегодня как будто твести в памяти названного героя. Это оценивается двояко. Если мы смотрим так, на 15 мая, это, конечно, конец демократии в Латвии. Нет парламента, нет конституции. С другой стороны, есть и такие, как сказать, положительные моменты. Я не отношусь к 15 мая как к абсолютно такому неудачу в истории или чего-то. Сами политические партии и сами политики довели до того, что люди уже им не доверяли и как будто устали от этих всех споров. От этого правительство меняется. Ни одно правительство дольше года не держится. Экономика страдает от этого. У нас промышленность Латвии, можно сравнивать с теперешним периодом, у нас промышленность до Второй мировой войны была очень слабо развита. Мы более мелкое государство, мы аграрное государство. И появился человек, который имел большие амбиции. Ну, мы знаем, в Европе вообще была тенденция выдвигаться таким крупным лидером. Мы, конечно, неположительно оцениваем там Муссолини и чего-то, но они выдвигались, эти люди, да, как личности, да. Они чувствовали, что происходит в обществе, да. Это использовали в свою пользу. Как смотреть на Латвию? Вообще-то, если успокоить партии и пересмотреть Конституцию, это было такой задачей. Но только один вопрос тут надо помнить, что до 15 мая уже, в принципе, была подготовлена реформа Конституции. И в новой Конституции президент избирал бы народ, да. И там и были другие поправки, там и процентный барьер бы вели. В принципе, сделали бы то, что сделано на сегодняшний день по отношению Конституции, кроме, как мы знаем, сегодня все равно продолжается, что президент избирает парламент, да. Так что все оценивать только отрицательно, да, по этому процессу, который проходил, по-моему, нельзя. Другой вариант, как долго это должно было продвигаться, может быть, если Улманис бы сделал эти реформы в Сатверсме, и сделал эти перемены, и восстановил демократический порядок, может быть, все бы пошло другим путем. Но на сегодняшний день мы имеем одно, что демократия была оценена в Латвии, и другой момент, что все-таки в 1940 году Улманис принял процесс вхождения Советской Армии на территорию Латвии, остался на своем посту, и мы все-таки должны об этом подумать, о личностной ответственности высших персон государства в кризисных ситуациях. Вот тут, я думаю, мы еще до конца недооценили, как надо себя вести, сам человеку, который относится на самом высоком посту, как он поступает в кризисной ситуации. Вот Улманис принял это вхождение Красной Армии, и очень плохо было то, что для нас, когда мы в истории смотрим, и трудно понять, почему он остался на своем посту до того момента, как был избран так называемый новый парламент, он подписал избирательный закон, и в конце концов он дождался, почти дождался, там одного дня не хватает, чтобы он был в Латвии, когда была проразглашена Латвийская Советская Республика. Так что это очень сложная личность, где есть и положительные, и отрицательные черты, и я думаю, что его оценка будет продолжаться, и что все-таки новые политики должны смотреть, не только на тех президентов, которые были после восстановления независимости, но и тут оценивать, почему произошло так, как произошло. Мы все время говорим, это хорошо, это плохо, но почему это так было? Мы как-то не хотим смотреть в корень. И еще один момент, который я хотела бы подчеркнуть. Если мы оцениваем что-то историческое, то исходить из той ситуации, какой она была тогда, не смотреть сегодняшними глазами и говорить, нет, вот сейчас это, как это так возможно? Смотреть теми глазами. Но это очень трудно, мы все-таки... Это трудно, вот уже посыпались вопросы даже людям. Интересно узнать насчет Ульманиса, был ли он немцем, пишет кто-то. Да, и еще второй вопрос, если бы не Ульманис, то как бы сложилась история независимости Латвии? Но, вы знаете, мы можем про это долго сейчас говорить. Давайте я назову телефон WhatsApp, по 28-04-04-24, пишите нам. Мы по-любому будем сегодня говорить про вообще институт, президентство и больше, наверное, все-таки о современных событиях. Но людям, вы видите, интересная история в том числе. Ну, конечно. Знаете, до Второй мировой войны очень интересный такой момент, что все президенты, которые были избраны, и сам Ульманис, который... Тоже интересно, что премьер-министр Карлос Ульманис подписал закон, чтобы премьер-министр становится президентом. Так оказалось, что Карлос Ульманис сам себя назначил. Ну, у нас такая игра идет. Все они из Земгала, да? Земгала как будто такое место, откуда исходили все президенты Латвии. И их как-то не критикуют. А сейчас президенты, которые не из Земгала, почему-то получают большую критику. Но это тоже такое совпадение. Конечно, Ульманис не немец, он чистокровный латыш из крестьянской семьи и из такой среднебогатой семьи, такой, ну, хозяйственной, хозяйственной семьи, да. Ну, и он получил образование, и он, между прочим, был, мог бы быть политически репрессирован за 1905 год, да. И он один из таких, о котором мало пишут, он один из тех сельскохозяйственников, который в начале своей деятельности участвовал в создании так называемой латвийской, латвиясбруна, корова. У нас такая порода была латвийская, которая была не столько много молока давала, сколько жирного молока, да. И он, когда работал надзор над коровами по сельской местности, он был одним из тех, который собирал данные, чтобы производить потом дальше элитное там... Молоко, да. Да, там и так далее. Так что он очень интересный человек, и своеобразный, и, я думаю, его личность никогда не забудут в истории. Я думаю, что точно не забудут. Еще есть вопросы, но давайте все-таки приступим к обсуждению. Выборы президента 31 мая, и уже масса сюрпризов, каких-то интересных поворотов. Ну, вот если идем с самого начала, да, господин Левиц внезапно и неожиданно для многих снял свою кандидатуру с претендента на пост президента. Во-первых, вопрос такой, почему, как вам кажется, он это сделал? Тут сыграли роль его низкие рейтинги. Здесь, я напомню, 64% жителей Латвии считают, что он плохой президент. То есть он не устраивает людей на 64%. И понимание вообще, что простые люди от него не в восторге, или тут чисто какой-то математический, прагматический расчет голосов и понимание какое-то собственное, что здесь мне ничего не светит. Знаете, я весьма про историю начали говорить и такое про совпадение, то я сегодня так подумала, два раза в жизни, когда разговор президента с премьером кончается с отказом от своего поста. Первый раз это был, когда господин Домбровский, довольно такой уверенный, Балдис Домбровский, я думаю, зашел к президенту Берзинчу, это после трагедии в Иманте, зашел уверенный, вышел оттуда, слезами на глазах объявив, что он не будет больше премьером. Сейчас господин Левиц пригласил себя господина Каринча, в начале фотографии оба такие уверенные, и Левиц оттуда вышел и сделал объявление, что он не будет президентом. Знаете, какое такое совпадение? Если на это смотреть, конечно, это не решение господина Левица. Если это было бы его решение, его понимание о том, что он сделал в Латвии, кем он является, он бы не согласился на то, чтобы его выдвигали. И сейчас тоже его в отказе прозвучали слова, что его народ безгранично любит, и так далее. Это, знаете, как-то так, ну, показалось, что он живет в этом Рижском замке и вообще не видит ничего, что происходит, и не читает, наверное, или его окружающая среда, может быть, скрывает от него данные, ну, не знаю как, но это не его решение. Он хотел бы быть еще президентом, ну, чем плохо ему? Все хорошо. Но тут другой вопрос. Во-первых, тут разные варианты могут быть, но, во-первых, это то, что само национальное объединение не едино в понимании того, кто должен быть президентом. И не даром, если мы так читали бы, так, мы всегда читаем так сверху немножко, читаем, национальное объединение выдвинуло, но мы не читали первые предложения, с большинством выдвинуло. И, значит, часть национального объединения, я даже слышала от них лично, они были против движения Левица, потому что, да, ну, эту ситуацию, какова она есть. Это сразу снимает голоса от этого, да. Я, насколько я слышала сейчас, я не могу сказать, что вот мне так сказали, вот это так и есть, но, насколько я слышала, что я у Навенова-Тиба тоже не в восторге от господина Левица, понимая, что это трейтинг, и их тянет вниз, да, что они поддерживают такого непопулярного человека. Это один момент. Но другой, что они просто поняли, что ничего не получится, да. И само понимание, то, что говорил господин Каринч, ну, я не, тот момент я не понимала, или он где-то витает в облаках, или что-то с пониманием у него не то. Когда был выдвинут уже пиланс, Каринч все время продолжал, у коалиции должен быть едины, да. Ну, как-то непонятно, ну, как это можно сказать, да, что там уже есть другой, ну, как у вас, он что, ожидал, что объединенный список снимет пиланса, увидев Левица, да, ну, это как-то непонятно, что думал. Но тут, я думаю, еще один момент, может быть, вы не заметили, что единство поддерживало Левица только после того, как национальное объединение его назвало. Она не сказала, что мы тоже, нет, назвали, ну, хорошо тогда. И, по-моему, тут была немножко игра. Вы назовете и посмотрим, что получится, чтобы можно было выдвинуть своего. Потому что прозвучали, у нас тоже есть претенденты, да. Так что, я думаю, тут немножко национальное объединение, хотя или не хотя, подыграло правящие партии, чтобы та могла выйти со своим представителем, понимая, что, ну, не изберут Левица, и не очень-то им нужен, им лучше надо своего сыграть, насколько это серьезно будет дальше. Но это мы уже увидим, как будут создаваться, поскольку Яуна Авенова Тиба ну, дала такую, не скажем, оплеуху обратно на национальное объединение, они выдвинули личность, за которую национальным объединением голосовать трудно. Это не то, что трудно, это будет очень непростой. И поэтому следующий был вопрос, собственно, да, как вы думаете, отнесутся вот национально... Пока они никак не сказали, они о ней нет. У них нет ни поддержки, но у них нет и ничего против. Они молчат пока. Видимо, там идут какие-то партийные дебаты, как мы относимся к господину Ренкевичу. Ну, не столько, как относимся к господину Ренкевичу. Я думаю, там идет, во-первых, сейчас внутренняя борьба, кто был за, кто против, и, в конце концов, почему Левит себя так повел. Он, между прочим, можно считать, он предал национальное объединение, отказавшись, да. Ведь ты мог идти до выборов, да, ты мог выйти на второй. Ну, первый тур, там, если трое, там, ну, один отпадает, идет дальше. Может быть, что-то изменится. Но сейчас он просто предал, национально ему доверяли, он сказал «да», потому что кто-то, неизвестно, какие голоса, и в результате получается, что он, в конце концов, я не знаю, я не видела и не слышала, что он обсуждал это с национальным объединением, вопрос отказаться или нет, что это была его, как будто, личная инициатива, выходя из кабинета, вот, когда кончились переговоры с премьер-министром. Так что тут вопрос еще, я не знаю, как это будет обсуждаться, насколько сильна будет фракция национального объединения, как они будут себя вести сейчас на выборах, это еще трудно предсказать. Ну, как будто все время говорят, что вот если берут президентом из единства, что националы должны получить министра. Госпосминистра иностранных дел. Ну, знаете ли, господина Кола, после его там выходки с этим русским языком, как он использовал его в этом, да, его, извините, грубыми словами, которые он употреблял, да, его увидеть на пост министра иностранных дел государства, ну, я боюсь, что не выйдет. И тогда возникает вопрос, а какое же министерство тогда еще давать националам, да, и что они могут получить, потому что другие посты как будто не освобождаются, только этот один пост, да. Тут, может быть, очень большие курьезы, но не будем говорить, хоп, пока не избран президент, потому что, знаете, у нас все-таки этот трюк, шапка и кролик в изборах президента не снят с порядка о том, как это происходит. То есть вы полагаете, что может появиться кто-то еще, да, во втором туре, а вот вы знаете, наверное, не все наши радиослушатели вообще знают, как это все проходит. То есть первый тур, третий кандидат, самый, который отпадает, остаются два. Потом оба. Тогда еще идет, да. Тогда остается один, если тот не получает, и тогда начинается второй тур. У нас этот первый тур имеет пять этапов. Пять, да. Пять раз парламент может голосовать, чтобы прийти к выводу. И так это было, когда избрали Вайру Витю Фрейберге. Вот тогда первый тур был пять голосований, да, на пятом оказалось никого, и тогда начинается новое выдвижение других кандидатов, да. Там могут избирать... И Левиц может появиться. Если кто-то выдвинет. Нет. Знаете, тут очень... У нас же президента выдвигает один депутат. Там не нужна фракция. Там люди, наверное, считают, что там партия или что. Нет, нет. Один депутат, но только надо согласиться, чтобы он подписал тот человек, который выдвигает, что он согласен, да. Это единственное, что нужно. Так что мы тогда, когда в ВВТ избирали, мы же там... Кого мы только там не видели, кого там только не выдвигали, да. Там самое лучшее, такое корректное политическое поведение было у Раймонда Паулса. Да, мы, наверное, забыли, что его... Он, по-моему, снял свою, да? Он дошел до третьего тура, он посчитал, что больше 33 голосов он получить не может, он себя снял, да. Но потом появился там Биркаус, и Ингрида Уудре появилась. Кого там только... Такое цирковое представление только без зверей, да, появилось в парламенте, да. Там избирались, 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 да. Потом всех... Все рухнуло. Там тогда уже в конце никто не считал голоса, там уже по принципу... А давай я попробую, да. И, знаете, это так немножко несерьезно по отношению к этому самому процессу. Все-таки избирается не президент. Это не конкурс красоты и не фэшн-вик, да, когда мы показываем, кто как одет, да. И немножко несерьезное поведение. И поэтому все-таки надо... Я думаю, после этих выборов мы все-таки вернемся к тому, не надо ли в Латвии менять порядок избирания президента. Не сразу на народное, но есть другие варианты. А какие есть варианты? Да, люди вот часто нам пишут и хотят здесь на народные выборы президента. Я думаю, что надо... Ну, народный президент, конечно, это самое лучшее. Все говорят, ах, тогда изберут какого-то там, да, не такого, как надо. Но, знаете, чтобы кого-то учить, надо дать ему возможность учиться, да. Но ребенку тоже ты можешь рассказывать, сколько хочешь, что огонь, это горячо будет и больно. Пока он палец не сунул, не поверит, да. Ну, по крайней мере, у меня так было. Пока дети не потрогали, никто не верил. И тут то же самое. Тогда, если народ избирает, тогда ни у кого из политических партий требовать ответственность. Сами избрали, сами получите то, что избрали, да. Учитесь от этого, да. И для этого есть и партии, которые должны работать с народом, объяснять политические ситуации, говорить об этом. Знаете, это такое самое простое. Ах, тогда только те, у кого деньги. Есть в Чехии, где был пример, деньги были, не избрали, избрали другого человека. Есть другие примеры, которые происходят. И другой у нас самый лучший пример – Литва. Ну, оказывается, литовцы могут избрать, а мы нет. А мы все время сравниваем, кто лучше, Литва, Эстония. Но в этой ситуации, я думаю, чтобы вот эти споры отстранить, лучший вариант – это Эстония. Да. И даже мы можем улучшить вариант Эстонии. И в Эстонии на выборах президента главы самоправлений присоединяются, когда не могут избрать. Вот так первый тур прошел, никого не избрали. И приглашаются такие электораты, которые из самоуправлений. И мы можем тоже расширить. Я вижу два варианта, как относиться к выборам. Во-первых, первый вариант очень простой. Меняем с отверстыми. Если президент сейчас избирается 51 голос, но отозвать его могут с двумя, две трети, да, то пусть выберут с двумя третьими. Тогда уже разговор совсем другой. Тогда коалиция не может диктовать только свои правила. И разговоры совсем другие о президенте. Веню с тем, что избирается и снимается с поставки двумя третьими. Как меняется с отверстами? Почему избрать такая маленькая квота? Это один момент. А другой, чтобы избрать президента, так и призывает, например, хоть сначала семь глав государственных городов. Чтобы вот самоправление, главы самоуправления, которые тоже избраны народом, местными людьми, которые понимают ситуацию, присоединяются, и пусть тогда начинается реальная борьба. Сейчас это борьба между партиями, которые избраны в парламент. Не между всеми партиями. И тут тоже, получается, интересно, деньги мы даем всем партиям, которые преодолели 2%. А в выборах президента участвуют только партии, которые передали 5%. У нас есть таких многих хурьезов, где если кто-то хочет изучать, работать, строить модели, у нас в Латвии столько эмпирического материала, что там несколько диссертаций получается, не отходя от кассы, как говорят. Господин Пиланс, он тоже собирается бороться за пост президента. Как вы думаете, почему национальному объединению взять, да и не поддержать Пиланса? Что тут? Ну, на сегодняшний момент тут так как-то 50-50, смотря о том, какое место господин Пиланс, и вот сейчас, я не знаю, за кулисами где-то, что обещают. Знаете, как бы это, ну, может быть, цинично с моей стороны не звучало, это все-таки не выборы, это торги. Простите меня, это просто торги между партиями, кто что за что продаст, какая цена, что кто может получить, да. Национальному объединению я не вижу больших против... Почему чисто политически и чисто по взглядам я не могу сказать, что есть такие пункты, которые национальное объединение не может принять от господина Пиланса, да. А Тринкевичу там больше есть насчет претензий, которые ему могут быть выдвинуты. Так что может быть и такая ситуация, но вопрос о том, что нам за это будет, да. Потому что избрание господина Пиланса, ну, я думаю, на 98% это смена правительства. Но после того, как себя чисто, чисто личностно ведет, вел до этого момента господин Каринч по отношению к господину Пиланцу, это, ну, такое, знаешь, просто политическое нахальство, да. По-другому не назовешь. Там даже иногда политической этики не хватало, политической культуры, поведения и того, как относился к этому человеку. То есть никуда не пускать, пропускать, не давать, в переговорах не участвовать. У него какая-то ревность политическая или что это? Ну, это, знаете, я бы сказала по-другому. Я победил, и я тебе сейчас покажу, где твое место. Мне больше так, не столько ревность, как возможность отомстить за то, что ты наговорил, за то, что вы наделали. Это, знаете, такое мальчищество, мне кажется, немножко. Я тебе вот за это вот такое. Соседу, например, у меня розы замерли, у тебя нет ничего, налил к тебе кипяток, на розы у тебя тоже, они погибнут, да. Немножко такое, да. И чисто очень трудно представить, как в политике, как говорят, друзей нет, но в политике есть определенная, так и называется, политическая культура, которую надо соблюдать. И второй момент, как бы ни было, я думаю, что кризис в правительстве сейчас назревает, независимо от того, кто будет избран президентом. Мы как-то на этот момент видим три претендента, но мы немножко забыли, что вопрос с учителями не решен. С медиками тоже. С медиками не решен. Сегодня я слушала нового руководителя Гайля Зарса, да, мы пойдем, мы сделаем, мы решим, а деньги где? Он думает, что он пойдет к министру здравоохранения на переговоры и этим решит проблему. Увы, ничего не решается таким образом. Я думаю, что в правительстве сейчас вообще, ну, этот период, они будут эти две недели еще стыковать, что как будут делать до выборов президента, но то, что не останется, что все не останется так, как есть, это уже, по-моему, полностью ясно, что перемены будут. В какую сторону? Какие? Ну, это уже тут надо опять строить модели, альтернативы такой. Интересный процесс. Это очень интересный процесс. Там нигде не получается вот нужные 51%, и насколько я читаю экспертов, очень многие, во-первых, отводят роль союза зеленых и крестьян как золотой такой акции, но что те могут потребовать что-то взамен, раз вы уж оговорились о том, что это торги, в общем-то, они выборы. Министра, ну чего больше? Вхождение в правительство. Вхождение в правительство, да. И тогда возникает вопрос, кто лишний? Кто лишний в правительстве? И если националы проголосуют за господина Пиленца, то они не будут лишними. Им тоже сейчас надо сидеть и вот стоить эти модели, в какой ситуации мы не будем в проигрыше, да. Если они не проголосуют за господина Пиленца, и он станет президентом, тогда будет вопрос, кто уйдет из правительства, но вену от ибо или национальное объединение. Так что, видите, тут люди могут вечером не смотреть какие-то глупости по телевизору, которых сейчас много показывают, а вот могут такие за столом игры на место монополия могут играть, например, сейчас. Сложи президента, да. Или сложи новое правительство, да, и выбери президента, да, могут такие игры сейчас. Я думаю, будут интересные... Нет, вы знаете, нам уже интересно, как вы в эту игру играете, послушать, что у вас получается. Ну, у меня сложно получается. Так что это... И знаете, тут опять... Ну, я, может быть, смотрю не совсем всегда так, как другие смотрят. Тут немножко опять появляется, как сказать, элемент Айвара Лэмбергса. Но не в таком смысле, что он будет на что-то претендовать или такое. Он уже... Он снят с большой сцены, да, ему там даже второй план он уже не играет. Но насколько он еще сможет повлиять на крестьян, вспомнив, какие у нее... Какие противоречия были между Леппой и Венспилсом, да. Смогут ли он... Сможет ли Лэмбергс все отложить в сторону и не вмешиваться в этот процесс, не говорить, что вот Саск в свое время нам вот это сделал такое, да, а мы сейчас вот из партии Саска будем поддерживать там президента, да. Тут посмотрим, насколько Лэмбергс сможет подняться над этим процессом, над таком мелочностью, вот как я говорю, Каринч по отношению к Пиланцу, да, насколько он сможет и не будет вмешиваться в этот процесс. Тогда мы можем увидеть, что крестьяне в проигрыше не останутся, если они проголосуют за Пиланца, в проигрыше они не останутся. Если они проголосуют за Ринкевича, и Ринкевич не попадет дальше, ну тогда уже пусть крестьяне сидят и думают, как долго можно сидеть в оппозиции и не потерять свою партию по отношению к избирателю. А вообще, господин Ринкевич, ему это как человеку, скажем, заточенному на карьере, насколько это вот важно, быть президентом? Он имеет хороший пост. Знаете, не... Насколько это, да, для личного какого-то карьера. Для него, который, как сказать, он профессиональный политик, профессиональный человек, который ничего другого в жизни не имеет такого, как вот цель идти по ступеням карьеры, да, а высшая ступень карьеры это президент, да. Ему тоже уже, извините, не 20 лет, да. Он уже прошел все эти этапы, да. Он прошел... Мы бы, наверное, немножко забыли... Я считаю, что практически решением номер два, который подписал Заттлерс, автор был Ринкевич. Он был тогда его главой канцелярии, да. И он видел, что все происходит, да, и что это тот момент, когда... Потому что если не избрали без Заттлерса на второй срок, это было тоже ясно, да, что не изберут. Ринкевичу могла бы политическая карьера кончаться, да. Нет президента, нет канцелярии той, которая была, и нет твоего поста, и тебя нет. Возьмут ли тебя... Ты не в партии, нигде... Вот возьмут ли тебя куда-то, да. И он, по-моему, он сыграл вот тут очень хорошую эту модель. Момент подошел, решение номер два, новая партия Заттлерса, да. Мы забыли, что он... Потом партия реформ. Он профессионал. Он идет вот профессиональную политическую дорогу. Может, она нравится, не нравится, но профессионально проделана. Там нет никаких таких интриг где-то сзади. Он делает свое дело, как он делал. И потом, я считаю, что она является одним из тех лидеров из партии реформ, да, и до того партии Заттлерса, да, который потом объединил Вену Атыбу. Те, которые там впереди, Каринч, и такие... Это такие, ну, на вид, которые публике видны. Ренкевич был тот, который вот создал это, то, что сейчас называется, явно Вену Атыба. Он спокойненько, извините за такое выражение, убрал Абу Атыню, нашел ей место, отправил в Италию. Италия далеко, ее не видно, не слышно, мы уже забыли, что явно Вену Атыба и в этой партии. Абу Атыни, да, все в политике очень быстро все забывается. Ренкевич делал эту всю свою работу, он такой, тихо, мирно, я бы сказал, серый кардинал для президента. И сейчас он может реально претендовать на пост президента. Сможет ли он его достичь, это другой вопрос. Спрашивает как раз по поводу Ренкевича наш слушатель, или как вы считаете, господин политолог, вот особенность Ренкевича, о которой не принято говорить вслух, насколько она ему может помешать? Вот это есть один из моментов, который может ему помешать, чтобы получить 51 голос в парламенте. И просто смотреть не так, там любят, не любят. Просто смотреть так, в большинстве, за конвенцию Стамбул, Стамбульскую конвенцию, нет большинства в парламенте. Вот вам и ответ. Значит, если господин Ренкевич очень тесно связан с этой конвенцией, да, это вопрос о признании однополых браков, тут и вопрос, может ли он получить 51%, если в парламенте нет 51% за конвенцией, Стамбульской конвенцией. Еще вопрос. Вам кажется нормальным, что коалиция не имеет единого вот этого кандидата, о чем говорил господин Левит, что должен быть единый президент от коалиции? И что получается, что в коалиции нет самого единства, такого дружина? А это нормально. Это нормально, да? Я бы хотела задать тогда вопрос господину Левитцу. Разве вас эта коалиция избрала президентом? Вас избрала господин Левит? Совсем другая коалиция, отчасти которой нету в парламенте сейчас. И вообще постановка вопроса, что коалиция избирает президента, это было бы возможно только в одной ситуации, когда функции президента кончаются в тот же день, когда кончаются функции парламента. Но у нас же есть движение. Это люди тоже должны понять. Президент избирается на 4 года. Не на какой-то там срок. Он не связан. Если правительство работает до конца парламента, все, кончился парламент, кончается автоматически и правительство. Это само собой. Президент избирается на 4 года. И поскольку мы, пятый сайм не работал полный срок, и шестой был избран парламент раньше, президент избран был на 3 года, и он работал уже в шестом сайме при избрании пятого. Как сейчас. И сейчас это было и в Латвии, когда Яныч Чаксты умер посередине своего президентства, то тоже новый президент избирается на срок. Не на какое-то совпадение с кем-то другим каким-то периодом. И поэтому сейчас, кто знает, какое будет коалиция через 4 года. Извините. Как мы видим, у нас партии меняются. Партии у нас уже вернуты, и была первая, которая не пошла. Мы смеялись таким уже закономерным путем. 3 года руководить правительством, потом уходить, вообще тебя забывают. Это Латвия-Сцельш. 3 года вел правительство, где Латвия-Сцельш? Нема. Да, вот и Спартии тоже самое. Все уже думали, что Вена пройдет этим же путем. Поэтому я очень удивлена, что человек из Европы, как себя всегда представляет господин Левиц, знающий очень все права и так далее, что он может сказать такую вещь, что коалиция должна быть единой. Мы не избираем президента коалиции, мы избираем президента латвийского государства. По-моему, когда все-таки коалиция единов выбирается легко, 51% коалиция есть, то тогда и президент с ней слишком срастается с коалицией и не становится как отдельной фигурой, которая может что-то принимать может быть даже и в разрез с коалицией. Я не знаю. Ну, знаете, я бы немножко не согласилась с вами, говоря по отношению к господину Левицу. Я не знаю, кто кого больше слушался, Левиц Каринч или Каринч Левиц, да, потому что они работали как рука с перчаткой, да, никто никого не критиковал, никаких претензий не выдвигал, и президент просто молчал, когда надо было что-то сказать во время кризиса ковида, да, помните колготки, все, что было запрещено, мы ждали, что президент скажет правительству, увы, остановитесь, что-то не то. Он молчал. Его избрали, коалиция избрала, вот мы, я и тихонько, спокойно работаю, потому что надо всегда помнить о том, что мы очень мало говорим, президента парламент может снять с поста. Он не избран, как сказать, на четыре года твердо, да, и поэтому где-то вот это немножко, Заттлэшвит был первый президент в истории Латвии, который предложил распустить парламент. Первый, да, и только вот я говорю, что господин Длинкевич рассчитал, что все будет вот так, популярность пойдет, все пойдет, и надо было просто легко найти, как самому попасть в парламент. Вот создали партию, и попал парламент, да, так что тут не надо путать вместе коалиции, правительство, ну а что вот сейчас коалиция изберет, как будто, ну скажем, такой модель, избрала своего президента. Через месяц правительство пало, коалиция совсем другая, что делать? Нового президента избирать, если коалиция должна избирать, да, президент избирается депутатами, не партиями, избирается депутатами, а депутат избирается народом, так что тут не надо путать, И не надо какие-то там и кремлевские, и некремлевские и так далее придумывать какие-то такие выражения, которые, я думаю, что честь теперешнему президенту не делает за его выводы, кто должен голосовать. И я считаю, что это даже вредно для нашего государства и вредно для того, чтобы мы говорили о демократии как таковой и работе механизма демократии в Латвии. Да, выражение как раз о чем говорит госпожа Критуса, о том, что Левитт сказал, уходя уже, не уходя, а объявляя о том, что он не будет баллотироваться, что он не хотел бы поддержки от прокремлевских партий, хотя он не назвал эти партии, то есть не было поименно намек. Ну да, но знаете, это такое прокремлевский, ну тогда назови, скажи какие-то, что на это указывает. Каждая партия имеет свою идеологию, и тут еще надо другое помнить. И он, когда поступал на пост, он говорит, что будет президентом народа. Да, народа. Если эту партию избрали в парламент, то это мысли части народа. И если ты парламент народа, ты должен учитывать все, что происходит в твоем государстве, не только то, что мне кажется хорошим или нехорошим. У нас очень разные понимания о том, что хорошо, что плохо, но если ты руководишь большим коллективом, вот как народ, это вот твой коллектив, которым ты руководишь государство, да, ты должен считаться со всеми мнениями, да. Это и есть процесс демократии. Мы в демократии всегда говорим, что меньшинство подчиняется большинству, но при этом большинство не уходит как будто в отказ от этого всего, что большинство должно следить за мнениями меньшинства и учитывать те, которые в нужные моменты надо учитывать, чтобы не привести к кризису. Если мы просто демократии понимаем, большинство давит, как в парламенте, да, давит, мы голосуем только за это, ни одно предложение оппозиции мы не берем, да, это уже не демократия, да, это уже где-то, ну, можно сказать, даже диктатура, да. Ну, у нас, напомню вам, недавно первый выпуск состоялся Академии демократии, я думаю, что у нас... Ну, первый выпуск есть, там даже есть те, которые абсолвенты, я думаю, что у нас будет демократия улучшаться, поскольку у нас появилась Академия, и там научат, я надеюсь. Да, да. Вы там не преподаете? Нет, я почему рассмеялась, хорошо, что их не называли академиками. Нет, нет, не академиками. Нет, понимаете, ну, это хорошо, с одной стороны хорошо, но с другой стороны, если в этой Академии участвует технический персонал самоуправления, и даже как слушатели, преподаватели высших вузов, да, высшей школы, университетов, да, то поймите, какая это аудитория, да, нельзя, тот, кто человек окончил вуз, он понимает совсем по-другому, и человек, который приехал из провинции, да, ему там демократии совсем по-другому выглядит. Все это. И не надо такие, ну, искусственные создавать, ну, на месте приехать, обговорить с людьми, побеседовать, дискутировать. Это такое искусственное создание господина Левитца, которое, мне кажется, умрет собственной смертью из-за нехватка денег на следующий период. Это моя такая песня. То, ну, вот распределите, как вы видите какие-то, нам же интересно мнение политологии. У нас хрустального шара. Понятно. Нет, это только какие-то прогнозы, да. Нет, говоря госпожа Пинту, я, с одной стороны, не... Я ее не понимаю, если смотреть с нашего государственного понимания, но если смотреть с европейского понимания, она получила хорошую возможность записать себя в CV, что она была претендентом на пост президента. Это мы в Латвии на это смотрим так, ну, ха-ха, что-то там, как сказать, да. А в Европе это хорошо звучит. Она хороший чиновник европейского размера. Хороший чиновник, да. А вы знали ее? По фамилии. Только по фамилии, да? И то я слышала ее где-то, что она была в канцелярии. Я в свое время просто смотрела состав канцелярии президента, да, как мы знаем, там 61 человек, всех не запомнишь. Но это просто фамилия мне попала вот такая. И потом я слышала где-то ее в негосударственных этих организациях, что она хорошая, но мне к ней один вопрос возник. У ее муж, насколько я понимаю, не то итальянец, не то из Луксембурга, да, они живут там. Ее дети знают латышского языка? Мне бы хотелось ей спросить, да, поскольку она живет за границей. Это такой, я немножко не понимаю прогрессивистов. Они люди молодые, ну, хоть бы там, но есть там профессор Спрут, есть там еще люди, которые более с большим пониманием. Хотя они члены партии, они не являют членами партии, они не решают. Почему избрали такую личность, которая никак не может поднять их рейтинг? Они могли бы кого-нибудь из своих лидеров выдвинуть, да, и тогда одновременно, борясь за своего представителя в президенты, и свой рейтинг поднять. Ну, тут не знаю, какие соображения, но я никак не вижу, не дай бог, если ее избрали бы. Я думаю, что это было довольно трагически для нашего государства. Ну, хотя там... Почему трагически? Ну, она же не понимает ничего, что происходит в государстве в таком образе. Я ее послушала, как она говорит, что с 16 лет надо давать права голосования, да, ну, зайдите в 9-й. Это 9-й класс в школе, да, и сейчас сделайте учеников 9-го класса избирателями парламента Латвии, да. Ну, это в Европе есть где-то, где в самоправлениях, да. Это такой общий европейский взгляд на то, что должно как будто быть, но то, что в реальности происходит, у нее мало представлений о том. Ну, хотя она критиковала Левица, что он там социальной политикой не занимался и так далее, да. Она уже была его советником, потом она ушла, насколько я понимаю, там, и ребенка родила, еще третьего, да. Так что, как женщина себя она проявила очень положительно в этом отношении. Но понимание местного происхождения, что происходит, да, мы помним, как бы хорошо не оценовали Вайру Витти Фрейберга. Она в иностранных делах, все было окей, да. Она и в Москву поехала, когда надо было сейчас, ей это упрекают. В тот момент это было правильно, да. Она и НАТО, и Евросоюз, все было хорошо. Но когда зашли разговоры о внутренних проблемах, да, она так немножко, ну, она просто не понимала до конца. Ну, и нельзя ее упрекать, она не жила эти 50 лет в Советской Латвии и многое, что не понимала. Ей казалось, что в Канаде было так, а почему тут бабушка там жалуется, что у нее там плохо, что она там не могла, или пенсия маленькая, почему, может, не работала. Ну, нет, есть такие вещи, которые мы не просто не можем понять, да, не можем понять. Так что я, например, не могу понять, почему Виталий и все машины давят на гудок, если что-то не так. И все гудят, и ничего не происходит, да. Так что тут и Новый Вайру Витти Фрейберга довольно быстро освоилась это, и она вот это все сгладила таким образом. Так что все-таки должен человек, который понимает не только политику, которой надо в иностранных делах, но и внутреннюю. Смотря на этих двоих, я очень боюсь, что будет второй тур. Я не желаю второй тур, да, но мне так кажется, и сейчас, знаете, как всегда, если французы говорят, ищите женщину, да, сейчас надо сказать, ищите партию, которая сейчас примет конечный итог, и это, по-моему, крестьянский союз, который определит, быть или не быть, насколько они успешно используют эту карту, да. Но вот это я сейчас думаю в кулуарах, в парламентском, в самом здании нет, но в этих, где фракции сидят в этих помещениях, там разговоры очень бурные. И просто я хотела, я, может быть, сейчас разочарую некоторых слушателей о том, что эти все дебаты, все дискуссии, которые проводят и показывают нам, они не имеют большого значения. Все решается в партийных кругах и между собой, потому что до выборов в парламент следующих три года, а у кого у нас политическая память на три года, да, кто кого выдвигал, кто за кого, сейчас мы говорим, когда избрали Вайру Витти Фрейбергу, кто помнит, кого тогда избирали, кого и выдвигали, какая партия за кого была. Если даже сейчас спросить, может ли радиослушатель, вот так слушая нас, сейчас назвать те партии, которые голосовали за господина Левитона на первый тур. Я боюсь, что нет. Все знают, что националы голосовали, поскольку выдвигали, да, и сейчас об этом напомнили. А кто еще голосовал, какие партии были. Так что и политики рассчитывают на эту краткую память избирателя, да, что через три года, когда надо будет избирать новый парламент, все уже пойдет совсем, и уже забудется, кто избрал, и как избрал, и какие партии, и что делали. Так что тут не так просто это все происходит. Я бы хотела, чтобы кончилось на первом этапе, было бы приятно, но если не кончится на первом этапе, ну, мы идем даже в Турции. В Турции, да, как раз сегодня. И равные позиции тоже очень интересно, да, 20-летний, по-моему, режим. Там же есть и третий кандидат был, который получил, по-моему, где-то 5. 5 с чем-то, да. Вот золотая карта опять у него. Он сидит за кого, какой будет призыв, за кого голосовать, да. И эти 5-5 процентов, это есть 51, который нужен обоим партиям, да. Так что, как мы, вот это то, что в Латвии, то же самое. У нас ничего не по-другому, ничего нового не придумано. Немножко сам процесс идет другой, да. А так, что все это нормально, и не надо никакую там трагедию строить из того, что если не изберут на первом этапе, что пойдет второй тур. Нормальный процесс, который должен, и может быть, даже лучше, что пойдет второй тур. Лишь бы не было так, что во втором туре один раз нам повезло, когда кролика из шапки достали, это было Вайрова и Ди Фрейберга. Хотя этот кролик уже сидел в кабинете господина Бойерса и ждал, что будет второй тур. Она уже была в парламенте, да, ведь никто не думает, что ее вдруг из Канады привезли, да, или как-то там достали, да. Она сидела, ждала, что будет этот момент. Политики уже к тому готовились. Если кто-то не думал об этом, то, простите, он плохой политик, да. И я надеюсь, но это был удачный кролик, да, дай бог. Да, это получается у нас еще, может быть, с вами одно такое же интервью, после того, как, возможно, достанут еще одного кролика из шапки. Пройдет первый тур после 31 мая, и появится кто-то еще, кого нам стоит обсудить. Есть вопрос еще, но если, может быть, коротко совсем, станут ли президентские выборы одновременно ключом к переформатированию правительства? Ну, вы вначале об этом сказали, что скорее да, может быть, так ответить. Да, скорее да. Я говорю, где-то на 98. Я думаю, даже и не выборы сейчас правительство ведет к кризисной ситуации, что происходит в государстве, да, что правительство сейчас так... Опять я называю Вайровид Фрейбе, которая говорила, над головой правительства висит домокловый меч. Я думаю, что эта ситуация сейчас повторяется. Спасибо вам большое. С нами была Илга Кретуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страденя. Вас наши слушатели благодарят, они пишут. Спасибо, очень интересный гость. Приглашайте чаще госпожу Кретуса. Спасибо, что пригласили госпожу Кретуса. Обожаю слушать ее просто бесконечно. Ну, вот так вот хвалят вас, и мы, конечно же, будем вас приглашать, поскольку нам всегда интересно, что происходит в политической жизни, в политических кулуарах, и как эти расклады влияют на наше общество. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймоне. Завтра встретимся в 12.10 на «Открытом разговоре». Всем пока. Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на «Латвийском радио 4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова